Дорогие друзья, добрый день, салам алейкум. Здесь и сейчас я все-таки поймал человека, за которым я охотился много лет. Итак, я представляю вам нашего брата Раиля Хазунджанова из Татарстана. И причиной моего глубокого интереса к нашему брату был вот этот загадочный эликсир под названием Эмис. Я его попробовал первый раз несколько лет назад и с тех пор не могу его забыть. И весь секрет, вся сила этого напитка, заключенная в его рецептуре, я не могу никак получить эту полную информацию. Именно поэтому я искал нашего брата, чтобы задать ему все интересующие меня вопросы. Дорогой брат, что все-таки заключено в этом эликсире? В чем его силах? Всем добрый день, ас-салам алейкум, ва рахматуллах, ва баракату. Эликсир молодости и здоровья, так переводится данный напиток Эмис, это аббревиатура. То есть, аббревиатура, аббревиатура, да, эликсир молодости и здоровья. Красивый. Да, на самом деле, это очень волшебный напиток, действительно он очень полезный. Спасибо. У нас в советское время еще были разработки, ученые разрабатывали продукты из винограда, безалкогольными. И вот мы выкупили рецептуру и доработали ее. Рецептуру чего? Рецептуру виноградного напитка, который разработали в 90-е годы. То есть, это еще Советский Союз? Советский Союз, да, разрабатывали в 70-е, 80-е годы, в 90-е, когда все развалилось, была одна разработка. И вот одну из разработок, скажем так. Есть подобные еще разработки, которые производят другие производители, да, но у них технология там, скажем, спиртосодержащая. Я, насколько понимаю, речь идет о том, что в Советском Союзе пытались разработать новый напиток, который содержит полезные качества, полезные экстракты, виноградные лозы, но при этом не является спиртным напитком. Да, совершенно верно. Для кого? Я так думаю, для детей, для спортсменов, для женщин, для диабетиков, да? Да, совершенно верно. Для детей, для спортсменов, для беременных, он хорошо поднимает, гемоглобин, для кормящих. И детям от одного года он очень полезный. Польза его в чем? Мы берем виноград целиком с кисточкой, с гроздью, с виноградинками, разбиваем ее, то есть, если по-нашему сказать, измельчаем. И после этого вытягиваем все полезные вещества, которые находятся в косточке и в кожице, виноградный сок. Многие ученые, врачи всего мира знают об этой пользе и говорят, что действительно порошок виноградной косточки очень полезный. Они его рекомендуют употреблять. И здесь как раз у нас задача стояла именно вытянуть всю эту пользу, сделать его полезным и усваиваемость в жидком состоянии, чтобы у него увеличился. То есть, усваиваемость в жидком состоянии выше, чем усваиваемость порошка. Совершенно верно. Потому что если мы берем порошок виноградной косточки и разводим его в воде, он не разводится, не растворяется. Да, не растворяется. И, соответственно, он плохо усваивается. А в жидком виде сразу? А в жидком виде мы же состоим человек из воды. И, соответственно, когда мы пьем жидкого состояния, оно усваивается. То есть, позвольте, пожалуйста, я уточню. То есть, вы взяли рецептуру позднего советского периода, безалкогольного полностью напитка. В котором содержатся все полезные элементы виноградной ягоды, косточки, кожицы и лозы, которые разрабатывали, как, наверное, лечебное, полулечебное средство, укрепляющее иммунитет для уязвимых категорий людей. И вывели этот продукт на рынок, как халяльный продукт, в котором нет алкоголя полностью халяльный продукт. Да, да, да. Совершенно верно. Но мы, когда выкупали рецептуру, в этой рецептуре присутствовала лимонная кислота и сахар. Как консервант. Да. И мы дорабатывали его в течение полугода с технологами, доработали до того состояния, что убрали оттуда и сахар, и лимонную кислоту, и наш продукт полностью безалкогольный, без консервантов, без сахара, полностью натуральный. А есть ли у вас какие-то научные исследования, заключения специалистов, медиков, относительно реально доказанной пользы этого продукта? На самом деле, исследований данного продукта очень много. Мы же говорим, что еще в советское время занимались ученые разработкой, исследованиями. Поэтому исследований на тему очень много в интернете. Любой интересующийся может посмотреть в пользу виноградной косточки, в пользу винограда самого. Мы в данном случае проводили исследование, как данный напиток влияет на нашу кровь, на наш организм. Мы взяли больного онкологией, больного с сахарным диабетом, обычного человека, спортсмена, и смотрели, как, употребляя изо дня в день наш напиток, меняется кровь, показатели крови. В течение недели мы увидели следующее изменение. На 20-30% вещества, из которых состоит кровь, становятся активнее. Хорошо. То есть, так как кровь является в нашем организме перевозчиком полезных веществ, то получается, что более быстрее и качественнее полезные вещества доносятся до клеток нашего организма. То есть, клетки снабжаются быстрее и насыщеннее. Совершенно верно. При этом в косточке находятся те вещества, которые укрепляют стенки сосудов. Они выводят шлаки из сосудов. То есть, делают капремонт нашего организма, одним словом. И очень хорошо влияет у тех, у кого играет давление. Причем, у кого повышенное давление, оно понижает, у кого пониженное, оно повышает. То есть, он не работает таким образом, что только понижает и только повышает. Он получается, наш напиток именно укрепляет стенки сосудов. То есть, давление, от чего у нас падает, поднимается. Когда стенки сосудов слабые или, допустим, они суженные. А здесь он именно приводит их в норму. И давление нормализуется. А что касается онкологии? Что касается онкологии, ни для кого не секрет, что основным, как бы, таким, скажем, бредным при онкологии являются свободные артекалы, которых нужно выводить из нашего организма. И вот здесь, в этом напитке, находится 360 видов полипенолов, основой из которых одним является основной, то есть, ретератрол, которые помогают выводить из нашего организма эти свободные артекалы. И, конечно, удивительно, как Аллах Всевышний в плодах земли заключил столько пользы, которую даже лучшие медики многих поколений не смогли бы разработать. Сколько он заложил в мед пользу, сколько он заложил в фрукты и в воды, которые он производит из этой земли на пользу людям, чтобы мы вкушали, получали пользу и благодарили Аллаха Всевышнего за все те милости, которые он предоставил в этом мире. Маш Аллах, искренне благодарю, дорогой брат, вы делаете благое дело, вы производите аляльный продукт, вы продвигаете его среди нуждающихся в этом людей и тем самым развиваете одно из самых благороднейших направлений, которым занимались многие поколения мусульманских врачей, врачевателей и специалистов. Пусть Аллах Всевышний вам поможет на этом пути, а мы, пользуясь этим напитком, получая от него благо и рассказывая о нем своим друзьям, будем помогать вам в его продвижении. Аминь. 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 Пошел, концентрировал. Пускай не благодарю. До скорых встреч. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Подпишитесь на канал и ставьте лайки.